как у нас погона дождливая выкинул свои гортензии которые росли до обеда в тени после обеда сильно страдали на солнце ну не выкинул отдал родителям уже кустам по 6 лет очень большие красивые вот сейчас погружу что сажу это будут красивые падубы смотрите вот такие прекрасные падубы сами единственное принял решение купить еще по одному кустику и добавить чтобы сразу более кучно это самые пушистые которые нашел саженцы обычно это палочка небольшая 2 будет столько саженец с другой стороны все-таки посажу по два вместе чтобы более кустистые были не буду их отпускать большими будут буду стричь вот они такими маленькими вот выкопал отсеял все лишнюю шелуху насыпал заново мраморную гальку это вот такая красота у нас сейчас засыпал ямы выкопаны гортензии сейчас буду утрамбовывать эту землю выравнивать геотекстиль и засыпать назад мраморную крошку сейчас я тоже просею будет чистенько красиво да такие падубы прекрасные вот такой зеленый падуб уже очень плохой свет вечер такие прекрасные листья по мне он выглядит намного интереснее чем бересклет особенно вот этот вид падуба у него не так ярко выражены иголки на листьях он очень похож на бересклет но зимуют они в наших условиях однозначно лучше вот эта зима показала я наблюдал не садил еще сейчас у нас в питомнике бересклеты выглядят очень печально после зимы многие подгорели на солнце а падубы выглядят в идеальном состоянии просто в идеальном вот еще лавровишню такую арегатную купил это будет другую клумбу садиться вот прекрасное растение особенно вот этот вид не больше всех нравится который с ярко выраженными колючками и спелая окантовка на листе обалденный вот я уже представляю как они подрастут гортензия прекрасное растение но после обеда их приходилось поливать постоянно потому что выходило солнце вот из-за этого навеса вот здесь после обеда и начинала полить без пощадно все это я ставил и зонтики на гортензии чем только не занимался после обеда на было обязательно поливать если вдруг уезжаешь куда-то на море приходилось просить родственников чтобы они занимались ерундой короче было принято решение избавиться от гортензии у меня осталось всего две гортензии вот в клумбе там где бананчик растет вот там там полная тень там они себя прекрасно чувствуют а можно их неделю не поливать и выглядит очень хорошо все больше гортензии вот еще одну купил которая максимально солнце выдерживает очень низкорослая посажу там тоже в одно место у меня есть затененная возле бамбука вот но я просто без ума от этого растения очень красивая наверно одно из самых красивых вечно зеленых растений еще и прекрасно зимует наших условиях я долго думал что суда посадить очень долго причем в полутени паду растет по моим наблюдениям лучше сколько наблюдал как раз место я думаю это будет максимально подходящая для него вот осталось сейчас все это дело привести в порядочек и посадить а эти впаду бы еще посажу народ в эту клумбу куда-то потихонечку там посмотрю выкопают вот эту дребедень свою даже не помню как она называется разваливается пуст пока молодое растение было ничего потом перерастает разваливается короче полная ерунда так что вот это растение выкидываем туда садим паду короче потихоньку буду отфильтровывать плохие растения свои будем улучшать на днях буду уже садить пальмы суда будет здесь хаммеропс расти и собаль минор наверно где-то вот здесь цикос высажена в тот угол на газон потихоньку газон все таки будем заполнять потому что хочется более зеленую лужайку а так как-то немножко скудновато выглядит мы посмотрим все продолжаем сейчас закопаю уже темнеет постараюсь снять получилось должно выглядеть вот так завтра еще подсажу по одному кустику чтобы было более прекрасно так этот кустик высадим рядом с бамбуком где-то там была маленькая часть огорода решили избавиться от огорода больше сорняки растут будем украшать красивыми растениями чтобы не было пробелов и наверно от клубники избавимся тоже посадим все просто все сейчас будем снимать как будем делать это дело и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Всем удачи! Всем удачи!